Лепо над землей, цветными красками. И что? Гроном был. Давай. Секундочку. Еще дальше. Всем привет, вы на канале TMI. И сегодня поговорим о жадке для уборки подсолнечника. Тема актуальная, ведь уборка не за горами. Мы начинаем. Градки для уборки подсолнечника Sunspeed отличаются уникальной системой среза. Очень высокой производительностью при минимальных потерях и оптимальным удобством управления. Прежде чем мы углубимся в детали, я бы хотел рассказать о ее принципе работы. Он одновременно прост и уникален. Ответ очевиден. Под жадкой мы можем видеть протягивающий зубчатый брус. Как это работает? Растение попадает между лодочек. Доходит практически уже до основания жадки. Зубчатый брус захватывает растение, тем самым протягивая его вниз, двигаясь к нашей косе. Происходит срез и в комбайн попадает только одна шляпка. Результат этого следующий. У нас максимально чистая семочка. Бодылка в комбайн не попадает. Мы выигрываем в насорности и во влажности. Также забыл упомянуть самую важную вещь. Жадка, благодаря своей конструкции, может работать на поле со скоростью до 15 км в час. При этом ширина будет варьироваться. Захвата на модели 12-70 это будет 8,4. И на модели 16-70 это будет 11,2 метра. Как понимаете, это нам дает отличный результат. На выходе мы получаем готовую продукцию, не нуждающуюся в дополнительной очистке. Но есть еще несколько пунктов, которые являются следствием такой работы. Во-первых, у вас снижается расход топлива. Уменьшается износ всех узлов. Растет производительность обмолота и очистки. Пока рассказывал вам это, вспомнил ситуацию на одном демопоказе нашего комбайна, а также других производителей. Агроном был уверен в том, что мы нажимаем какую-то волшебную кнопку для того, чтобы уменьшить потери. Он несколько раз бегал с лоточком для замера потерь, искал эти потери, но в итоге их не было. Результатом того он сказал, что это был высший пилотаж. Сейчас пройдемся по техническим данным SunSpeed. Я думаю, для многих зрителей это будет важно. Привод ножа работает с редуктором в масляной ванне, не требующим значительного обслуживания. Высокая частота среза в 1200 циклов в минуту. Если сравните со своими показателями, наверняка удивитесь. Протягивающий валец и подающий шнек приводятся в действие цепями и ремнями, что говорит о надежности конструкции. Регулируемая ширина между лифтерами составляет 20 мм. Так вы сможете подстроить адаптер под свой посев без особых усилий. Сами лифтеры длиной 1800 мм, что дает нам равномерную подачу массы, производительность и минимум потерь. Окружная скорость мотовила и подающего шнека регулируется. Причем делается это все из кабины комбайна. И следом за этим есть возможность автоматически регулировать частоту вращения мотовила в зависимости от вашей скорости движения. Жадка для подсолнечника Sunspeed это оптимальное решение для уборки. Принцип работы жадки действительно уникален и он помогает существенно разгрузить работу комбайна. Облегчается очистка от незерновых компонентов и повышается вариативность в отношении различных значений между рядей и толщины стеблей. Все это делает Sunspeed универсальным адаптером для уборки подсолнечника. Ну и в завершении. Существуют различные вариации такой жадки, из которых вы можете для себя выбрать 16-рядную, 12-рядную, либо 8-рядную. Я вам дал максимальную информацию об этом адаптере. Вам остается лишь сравнить информацию с другими предложениями. Но лучше приезжайте, записывайтесь на демо, тогда вопросы отпадут сами собой и вы сделаете правильный выбор. Информацию о предстоящих демо можно узнать у наших менеджеров. Их контакты есть в социальных сетях, ссылки на которые я оставлю под видео. Данная модель жадки на рынке с 2008 года. Поначалу ее встречали не очень радужно, потому что были сомнения, как она будет работать. Но более чем за 10 лет жадка показала успешные результаты работы в разных регионах, при разных условиях, при разных сортах семечки. И нашу жадку стали максимально копировать. Мы говорим сейчас о том, что оригинальная жадка Sunspeed есть всего лишь одна. То, что все похожее, ребята, это как бы уже на ваше усмотрение. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк, если это видео понравилось. Свои вопросы оставляйте в комментариях. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!